Не поделили чемпиона. В саратовском спорте разразился настоящий скандал. Связан он с реформированием школы высшего спортивного мастерства. До недавнего времени действовала такая схема. Спортсмены из детских школ, будь то городская или областная Олимпийского резерва, достигая 17 лет и имея какие-то результаты, переходили в школу высшего спортивного мастерства. Теперь в министерстве решили часть чемпионов вернуть в их родные стены. Такой шаг и вызвал огромный резонанс в спортивном обществе. Я вообще не понимаю, что происходит. Это у нее забирают чемпионов. Валентина Куприянова возглавляет областную школу высшего спортивного мастерства. В этой организации олимпийцам платили зарплату, специалисты центра договаривались о тренировках чемпионов и отправляли их на состязания. Реформа переложит эти обязанности на другие структуры. Не какая-то революция. Это нормальная наша повседневная работа. Работа. Рутинная работа. Мы должны шагать вперед. Мы не можем оставаться так, как это было 50 лет назад. В спортивном ведомстве уверены, от такой реорганизации не потеряет никто. Наоборот, в спортивных школах и тренеры, и чемпионы будут получать больше. А скандал возник из-за того, что с уходом спортсменов центр подготовки, он же ШВСМ, отчасти потеряет престиж. Работали, да, и стремились только туда для начала, чтобы нас взяли в школу высшего спортивного мастерства. На то она и вышла. Потому что там уже другое финансирование, там уже другое отношение, другие планы. Там работа на спортсмену, да. Там, то есть, совершенно все другое. А сейчас это хотят убрать. И вот у меня тренер правильно сказал. Это получается то же самое, что если бы учились люди в институте, поступили в институте, и потом обратно забрали бы в 11 класс. Олимпийский чемпион Илья Захаров идею реорганизации не поддержал. Такие центры существуют по всей России, и нигде от них не отказываются. Захаров уверен, ничего хорошего из этого не выйдет. У молодых спортсменов не будет стимула расти в профессиональном плане. Но в спортивном министерстве объясняют, теперь в самих школах будут создавать условия для чемпионов. Почему-то мне внутренний голос мой подсказывает, что пройдет через два года, и мне в этой школе Надежда Губерния скажет, мальчик, тебе 41 год, а мне пора ли тебе на пенсию, до свидания. Перемены опасаются и тренеры, работающие в ШВСМ. По их мнению, теперь, чтобы поехать на соревнования, потребуется дополнительное время на сбор документов. И проиграть многие спортсмены могут еще до старта соревнований. Павел Фитилев, Александр Королев, Новости, Телеобъектив.